Еще раз с моим зрителем огромный привет! И в этом видео я хотела бы показать результат моего чуть ли не первого за полгода шопинга, который я провела по магазинам среди всяких распродаж. Сразу скажу, что здесь не будет брендовых вещей, даже вещей купленных за полную цену. Я охотилась именно за спецпредложениями в виде распродаж. Итак, если вам интересно, что же я откопала, то оставайтесь со мной. Общий бюджет всего шопинга я озвучу в конце. Итак, первое, что я приобрела, было вот такое вот платье в стиле а-ля я морячка. Мне кажется, на лето просто супер платье. У него вот такая вот юбка, сделана из синих рюшек. При этом, мне кажется, очень напоминает волны морские, да, такая синяя резинка и майка-темняшка. То есть это все между собой прошито. Вот. Не знаю, очень мне понравилось. Я его, честно говоря, видела еще как бы не полгода назад. Оно еще продавалось за полную стоимость, но не было моего размера. И я прям-таки, когда увидела, что оно распродается и есть мой размер, а какой у меня размер, у меня 44 или 38. Да, если удастся его застегнуть на груди, потому что с этим большая проблема. У меня обычно пуговицы отлетают, молнии ломаются. И, в общем, приходится в основном покупать ткани, которые на груди можно растянуть. Либо какие-то балахины, которые как раз на груди нормально сидят. В общем, вот такое платьице стоило на распродаже. Не знаю, стоит ли говорить, я просто переживаю, что меня на работу не пустят, если я его одену. Скажут, что я там, в общем-то, как, не знаю. Ну ладно, скажу. В общем, стоило на 400 рублей. 400 рублей. Идем дальше. Я буду шересить пакетиком. Купила я пижаму себе. Я обожаю пижамы. У нас летом очень жарко, и приходится ходить в шортах дома, естественно. И всяких там панталонообразных штанишках. Поэтому я, если вижу какие-нибудь новенькие панталончики, я их обязательно покупаю. Итак, вот такую пижамку купила. В розовеньких горошек. На лямочках. С бантиком. Вот. Ну, ничего особенного. И к ним шли мои любимые пижамообразные панталончики. Они отличаются от брюк тем, что они короткие, но в то же время это не шорты, которые заканчиваются под ягодицами. Мне почему-то в таком варианте гораздо более удобно. Я могу спокойненько куда-нибудь новую задрать, там еще как-нибудь развлечься на диване. Даже если там пришли какие-нибудь родственники в гости, нет необходимости бежать и переодеваться, потому что я как-то неприглядно одета. Ну, естественно, если все свои. Вот. Эта пижамка стоила... Сейчас вам покажу. Ценник. 250 рублей. Так, 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 так. Следующая опять-таки моя пижамка. Тоже на бретельках. Вот такая маечка. Она уже идет без очерчивания груди, то есть нет каких-то чашек здесь. Но мне это, естественно, больше нравится, потому что обычно все чашки, которые есть, они намекают на как минимум от маленькой к средней груди. Если у вас нечто более крупное, скорее всего, оно будет выпрыгивать или в сторону куда-то разбегаться. Оно, в общем, совсем не будет там, где это предполагалось швеей. Вот. Ну, в общем, вот такая вот мачка. От ней шли вот такие шорты. С таким бантиком милым. Вот такие трусообразные шорты. Это уже когда дома вообще все свои. И можно, так скажем, ходить практически в неглиже. Далее, наверное, да, что еще хотела показать. Так, это не то. Сейчас покажу. Купила я водолазки. Ну, как такие вот хлопковые и 100% хлопка. Просто простые однотонные кофточки. Кстати, мне кажется, сейчас в межсезонье самое время покупать вещи на прохладный период, на холодный период времени. Потому что летние еще не распродаются. Если вы любитель распродаж, то окончание сезона это как раз ваше время. Итак, вот такая вот хлопковая обычная кофточка. Мне кажется, если хорошая фигура. Ну, конечно, это не совсем мой случай. Но я, как всегда, уже 85-й год подряд к этому стремлюсь. И мне кажется, не нужно, чтобы одежда была перегружена принтом, расшивками, вышивками, пайетками там и блейблами какими-то. В общем, даже если это просто однотонная такая кофточка с нормальными прямыми швами, то она замечательно подчеркивает фигуру лишний раз. Ее не дробит линиями, карманами. Не наворачивает вам лишние складки там из-за каких-то строчек. То есть она просто показывает то, что есть. И как-то подчеркивает изгибы. Но, опять-таки, если они имеются. Да. В общем-то, я взяла 46-й размер и стоила вот 199 рублей. Этот полуверс, что, в общем-то, когда пыталась померить 44-й размер, у меня застряла там голова. Вот просто застряла и все. Я не могла ни туда, ни обратно высунуть голову. Ну, да, конечно, такая трагическая история. Но, на самом деле, мне кажется, я пока ее с себя сняла, эту кофту 44-го размера, это, возможно, для людей, у которых маленькая голова. В общем, так у меня и не судьба была почувствовать, что же там с остальными частями тела, потому что она просто на меня не налезла. И когда я ее сняла, мне пришлось потом долго восстанавливать кожу, потому что это было просто как в фильме «Маска». Вот, лицо в мою в разные стороны ездило, потому что вот эта горловина не хотела оттуда славить. Дальше я еще купила из этой же серии парочку таких же водолазок. Вторая была вот такого вот серо-коричневого цвета. Такой не совсем мышкин серый, а серый с фиолетовым каким-то переливом. Опять-таки за 199 рублей. 46-й размер. Кстати, даже я и не меряла. Ну, подумала, что уж 48-й точно на меня огромный будет, а в 44-й у меня не пролезла голова. Поэтому все остальные части тела точно бы где-нибудь застряли по пути. Так, и последний цвет. Вот такой вот розовый. Вот. Еще что мне очень нравится в таких кофточках, ну, это вот такое горлышко. Первый, зимой греет горло. Во-вторых, у нас нет таких холодов, что нужно делать через сынные кофты. Обычно вот как раз-таки хлопковая такая кофта с длинными рукавами. Это самое оно. И что еще я люблю, когда не нужно по 3 часа вещи кладить. У меня есть хлопковые какие-то блузки, рубашки, которые мне очень нравились на вешалке, но которые я принеся домой, просто забросила. Потому что после стирки они похожи на вот такую вот бумажку, которую очень долго мяли, и потом там как-то вот разгладили и положили. Я просто с ужасом смотрю, чтобы ее погладить нужно не меньше полчаса. И вообще терпеть такое не могу. Другое дело, когда это хлопковая вот такая вот кофточка, ну, которую просто можно положить, у нее сразу швы ко швам становятся. Можно просто утюгом прогладить и без вот этих вот фанатичных часовых, как бы, этих как-нибудь там ритуалов, глажения. Следующее платье я купила в BeFree. Сейчас покажу. BeFree. Вот. BeFree. Очень мне нравится магазин. Кстати, там бывают вообще классные вещи. Оно стоило 1700 рублей до распродажи. Естественно, за 1700 я, по-моему, уже не купила. Вот. Но чем оно мне понравилось? Оно вот такое классическое, бежево-розовое. Не знаю, мне кажется, очень элегантно смотрится. Опять-таки нет гламурных золотых блесток, там надписи Dolce & Gabbana, каких-то там вообще кричащих не в тему принтов. То есть оно просто однотонно, но качественно шито, хорошие такие швы. Мне кажется, выглядит просто классно и дорого. Ну, естественно, я никому не буду говорить, сколько оно стоит, кроме влаз. Вот. Сзади такая изюминка, контрастная молния, змейка. Видите, она, кажется мне, ну, вообще так интересно смотрится. Была бы она незаметна, был бы совсем другой эффект. И еще вот такой вот воротничок наоборот. То есть сзади вот такой вот сделан воротничок. Это именно на обрамлении, выреза на спине. Вот так вот он сделан. И спереди просто однотонное платье. Длина у него до колена и юбка-карандаш. То есть оно не расклешенное, ничего. Просто облегает фигуру, бедра и все такое. На распродаже его купила за 500 рублей. Село оно на меня идеально. Даже я сама не знала, почему оно сошлось на груди. Обычно все платья этого категорически не делаю. Но тут мне повезло. Так, еще кое-что купила мне в группе база. Ну и, пожалуй, предпоследний выступающий в нашем сегодняшнем эфире. Это блеск для губ, который я не покажу, потому что я его уже подарила. В общем, купила от Риммель блеск для губ.